здравствуйте дорогие друзья за окном у нас ипподром движемся мы с вами по третьему транспортному кольцу где-то примерно здесь у нас закончился предыдущий сюжет для тех кто вновь подключился или не видел его я прилагаю ссылочку в правом верхнем углу и вы также посмотрите поездку с моими комментариями ну и далее можете углубиться в предыдущий наш сюжет естественно по третьему транспортному кольцу мы двигаться не будем в этом сюжете и свернем с вами на улицу поликарпово двигаться мы будем через хорошовский район по разным улицам заодно у вас будет понимание а также представление что происходит за пределами стандартных улиц потому что многие просят рассказать и показать это ну и также у вас будет понимание о том какие дома когда примерно возводились это уже видно невооруженным глазом где-то старенькие сталинского строения где-то еще хрущев очки где-то дома которые были построены при горбачу и при ельцине это и 8 и конец восьмидесятых девяностые года и двухтысячные года но в перемешку с зонами промышленными которые потихонечку вытесняются из города уходят они промзоны за пределы города специально отводится под них площади где они свои производства уже делают не в черте города а за ее пределами поэтому в этом сюжете у вас будет также представление о том что примерно появятся ближайшее время на этих площадях что будет снесено примерно и также будет понимание как обновляются районы что выстраиваются какие здания есть за пределами третьего транспортного кольца о котором мы с вами уже не раз говорили и что примерно там происходит значит сворачиваем мы с вами с улицы петровского бориса на улицу маргелова и будем двигаться как раз вот в обновленный район через вот эти вот промышленные сектора зоны производственные какие-то объединения и так далее был в предыдущем сюжете задан вопрос по поводу того чтобы я немножечко затронул тему папу как как запомнить улицы как перемещаться по городу и вот отвечая одновременно в этой поездке хочу сказать следующее что не пытайтесь запомнить все улицы в городе их как-то попытаться выучить это просто практически невозможно даже люди с огромным опытом по сей день пользуются и навигационной системой и даже по старинке картами и смотрят как добраться из точки а в точку б поэтому всю москву знать просто невозможно значит доехали мы с вами на по проектируемого проезда очень много разных проектируемых проездов которые еще пока не имеют название до улицы грязодубовой и будем уходить в сторону стадиона ранее он назывался в ap arena это стадион арена цска вы его увидите и посмотрите заодно как выглядят жилые дома вот такие необычные строения я уже говорил о том что москва это город контрастов и вас будет как раз так возможность еще раз в этом убедиться широкие улицы пешеходные переходы ну и обратите внимание на то что нету стандарта общего совершенно разные жилые комплексы корпуса ну и также в хаотичном порядке вот так вот они расположены в новых районах ну и в общем выглядит вот так скажем так по поводу перемещения значит ну представим еще раз что такое москва с высоты там птичьего полета и либо карту уменьшим в каком-то масштабе и поймем что москва сверху выглядит как паутина как формально вот паутина есть основные какие-то нити которые ее держат ну и связывают ее кольца то же самое в москве все больше и больше появляется дорог скажем так город становится ну благодаря этому то есть вот количество вот этих ниточек до хордовых сообщений развязок связок дорог и трасс разных шоссе уже в таком желтом характерном цвете и собственно говоря вот для того чтобы понимать как устроена москва достаточно понять север-юк запад-восток и какие районы примерно где расположены далее как когда уже будет небольшая практика когда вы поездите по основным дорогам формально это вот эти вот нити которые держат эти кольца да то вы будете уже понимать что попадет попадая на эти улицы вас уже будет представление в какую сторону двигаться и что будет в окружении вас значит впереди вот появился как раз стадион полевую руку относительно нашего движения жилые дома кто-то видел когда то что москва будет примерно выглядеть вот так вот танхаусами ну может быть в районе парковых зон это было бы правильно но к сожалению не везде такое есть не во всех районах поэтому вот здесь вот так вот проявились эти домики впереди как я уже говорил стадион то есть сегодня называется этого парена ранее стадион арена цска то есть это домашняя арена цска во время матчей здесь улицы перекрываются здесь есть иконная полиция и автомобили соответственно и получается так что когда у вас проложена навигация например вот в поворот напомню что мы ехали с вами по березовой рощи вдоль вот этих вот прекрасных домиков и движемся с вами в сторону улицы авиаконструктора микояна рассматривая то что нас будет окружать значит возвращаясь к основной теме по поводу того чтобы запомнить как перемещаться вот когда вы изучите вот эти вот основные ну скажем так артерии города да то уже проезжая по кольцевым дорогам по кольцам это у нас и садовое кольцо это точнее идет сначала бульварная потом садовая потом третье транспортное кольцо московская кольцевая автомобильная дорога то есть это фактически все основные дороги собранные в кольца до которые связывают вот эти все артерии артерии и формально когда вы знаете в каком направлении вам двигаться вам уже будет гораздо проще потому что перейдя по этим ну либо хордовым сообщением либо кольцам на основные трассы вы уже будете знать куда они примерно выводят и в принципе это все вам позволит быстро доезжать до нужного вам района или до нужной вам улице конечно же со временем в это все дело запомните и вам уже будет легче потому что вы например вот запомнили вот это вот здание которое выглядит ну примерно так и в обратном движении вы будете понимать что здесь вам нужно повернуть ну например вот к этому зданию ну и далее в обра в обратном двигаться уже в сторону там стадиона и на березовую рощу выходя мимо домиков до возвращаться там в сторону третьего транспортного кольца таким образом саре срезая если например ленинградское шоссе где-то встало да это уже уровень такой который говорит о том что вы уже многое увидели самолет и была такая яркая новость когда у него отвалился хвост так это дело и осталось торговые комплексы впереди это территории цска тут и дворец боевых искусств и ледовый дворец игровую игровые тренировочные разные площадки в общем все это спортивный клуб это клуб спортивный цска центральный спортивный клуб армии ну и в окружении разные новомонные современные здания и двигаться мы с вами будем в сторону ленинградского дублера ленинградского шоссе фактически вот здесь вот мы будем с вами поворачивать на генерала садалова и выходить в сторону ленинградского шоссе ну и вот есть такое понимание как выглядят обновленные районы и проедем мы с вами естественно через ленинградское шоссе в сторону стареньких районов то есть через территорию которая проходит у нас параллельно метро динамо у нас с вами будет петровский путевой дворец и уже старые скажем так улочки или райончики зеленые до которые будут отличаться вот от тех видов которые уже посмотрели то есть таких грандиозных современных новых строений высоких не будет но будет в избытке зелень чего здесь вот не хватает со временем конечно здесь высадят какие-то деревья кустарники они наберут свою силу где-нибудь лет там через пять-десять уже будет по зеленее скажем так и вот появился у нас впереди дублер ленинградский на который мы с вами будем уходить и по знакам ориентируясь перестраиваться на противоположную сторону так вот это все примерно выглядит вот появился петровский путевой дворец и нам как раз с вами по навигации которые вы видите полевую руку не удалось мне сделать сюжет в отсутствие такой погоды ну поэтому я решил проехать по городу заодно вот со всеми звуками слышно как подруливаю я что происходит примерно в движении как работают щетки как идет до дождь и стучит по стеклу в общем решил сделать для вас такую вот осеннюю зарисовку здесь мы с вами еще не записывали сюжет но я уверен что в скором будущем мы это сделаем напомню что у нас канал о том что происходит в городе как развивается москва что происходит в ней как она меняется набирает свою силу достаточно много мы сделали с вами разных сюжетов я об этом часто говорю в своих роликах ну и даю понимание тем кто к нам вновь подключается нас уже очень много зрителей и для них делаю какие-то отдельные ссылочки которые связывают то место которое мы с вами проезжаем в правом верхнем углу но и также в конце сюжетов переходите по ним смотрите для вас много уже записано разных сюжетов и с комментариями и с музыкальным сопровождением ну и как я уже вижу те кто вновь подключается переходят по ним пишут очень приятные слова за это я вам очень благодарен и так два-три слова пока да мы движемся по разным аллеям по поводу перемещения в самой москве не пытайтесь запомнить и выучить все москву вас этого просто не получится как я уже об этом не раз говорил да поэтому запомните вот основные районы запомните основные направления основные улицы ездите по ним как только вы их изучите у вас уже будет примерное понимание что в какой стороне находятся и вот когда вы уже хорошо начнете ориентироваться вас будет понимание как проехать через определенные улочки небольшие выбраться ну мягко говоря срезать те потоки которые выстраивает навигационная система она как правило вводят по основным дорогам трассам ну и вот на перерез условно построенным маршрутом вы уже будете понимать зачем ты меня ведешь туда когда я могу проехать здесь и многое срезать вот собственно говоря мы с вами и движемся то есть мы примерно из хорошевского района проект пересекли ленинградку не поехали с вами в обратную но по третьему транспортному кольцу хотя это можно было спокойно сделать да но вот поехали через новый район через старый район и будем выходить параллельно дмитровки где-то выходить в районе метро дмитровская и двигаться параллельно в сторону парка дубки параллельно темирязевское метро и заодно у нас будет такая возможность посмотреть как выглядят старенькие дома сталинские в строение достаточно еще в прекрасном виде они находятся а вот промежуточные строения которые строились там при хрущеве вот эти вот пятиэтажки они уже конечно же требуют то что дополнительного внимания фактически замены скажем так поэтому еще раз возвращаясь к тому что я сказал что будет понимание того что в ближайшее время может произойти вот со старенькими районами с отдельными домами как правило есть какой-то уже в упадническом состоянии дом его сносят строят высокий дом но и начинают с соседних домов переселять людей для того чтобы идти дальше 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 и охватывать все эти территории для того чтобы построить новые жилые дома проблема в таких вот высоких домах одна это парковочная территория как правило ну буквально чуть ли не хирургическим путем вставляют эти дома там где вот площади большие позволяют например стоит сталинского времени дом естественно обратите внимание в округе есть пространство и само здание просторные соответственно и квартиры в нем и видно что этот дом еще простоит очень долго но лакомый кусок для вот новостроек скажем так потому что здесь можно ну не на шутку в их масштабах развернуться в отличие вот какой-то там пятиэтажки которая по площади занимает гораздо меньше вот вы видите обновленные дома старая пожарная часть дело святое спецтехнику надо пропускать ну и вот есть возможность посмотреть что некоторые части пожарные еще находятся в старых строениях но это не везде так поверьте новые их станции очень современные ну естественно рассчитан на большее количество парк мест для самой техники поэтому еще вот сохраняя традиции историю пожарники пока ютятся здесь поверьте мне если здесь начнутся строится современные высокие здания то это возможно каким-то образом перестроит в какой-то музей ну пожарники точно по получат отдельную территорию где им построят ну более роскошные современные условия ну вот они как раз дома которые можно уже отсекать что через некоторое время на смену им придут вот эти вот высокие дома значит уходим мы с вами в сторону второй хуторской улице по петровско-разумовскому проезду далее мы уйдем на улицу костякова ну и вот некоторые промышленные территории современные какие-то офисные здания так вот выглядит москва даже где-то еще и сохраняются территории вот этих промзон огражденные вот этим безобразным по по сути забором мэр собянин во много во многом старается убирать эти серые заборы вот много было переделано во многих районах их посносили убрали бесконечное число гаражей ракушек также вот оградки какие-то вокруг домов находились здесь этого конечно же нету но вот то что мы повидали по поводу этих заборов я думаю что со временем эти территории тоже посносит и построят здесь либо торговые комплексы либо какие-то спортивные либо жилые сектора либо больницы либо какие-то площадки прогулочные территории в общем все это со временем естественно при придет в другой вид но для истории мы записали с вами вот очередную поездку сразу понятно справа дом стоит да вот этот вот и слева дом вот между ними можно сразу определить какой будет быстрее снесен а какой еще постоит немножко и вот впереди у нас уже дмитровка метро дмитровская ну и мы с вами здесь повернем на улицу костякова еще вот тоже круг в окружении какие-то промышленные территории что-то закрытое что должно быть убрана да где-то вот недострой здесь огромная территория паркинга был заброшен он строили 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 и бросили но позади этой территории вот тут обратите внимание какие уже домики стоят практически небоскребы естественно в ближайшее время эта территория с паркингом будет ну с другим назначением я в этом уверен как только откроют как только начнут заселяться люди ну вот они шикарнейшие сталинские дома которые естественно еще постоят в отличие от пятиэтажек в одном стиле примерно строилась эта улица конечно же хотелось бы чтобы и москва была примерно придерживалась тех же самых правил чтобы улицы были широкие не мешало и зеленая территория вокруг них и сами дома примерно однотипные были но уже все иначе поэтому выглядят новые районы в отличие от старых иначе а так конечно же хотелось чтобы были бы и односторонние и квадратные проезды чтобы у вас была возможность возвратиться если вы вдруг проехали но по европейскому типу не везде так поэтому то что есть то есть по левую руку трамвайные пути городе электротранспорт существует троллейбусные линии везде поубирали на смену троллейбусом пришел электробус но а по поводу трамвая говорят следующее что трамвая у нас еще пока походит далее будет видно впереди у нас как раз парк тупки мы записывали несколько сюжетов сегодняшняя погода естественно не позволит это сделать но я уверен что мы сюда еще с вами вернемся потому что мы записывали несколько сюжетов как выглядел парк как в нем происходили работы как он выглядел первые дни после того когда что-то там обновилась но не до конца и вот пришло то самое время когда это нужно сделать ну сейчас погода не позволяет этого сделать но ближайшее время я уверен мы с вами сделаем очередную прогулку ну и позвольте на этой нотке закончить свой очередной сюжет очередную прогулку я вам благодарен за то что вы со мной за то что вы смотрите поддерживаете меня буду ждать ваших комментариев ну и с вами не хочу всего лишь говорю он но пока пока до нового сюжета